Приветствую, историки! Сегодня я вам расскажу о войне, которая случилась вследствие борьбы за корону Венгрии между Фердинандом Габсбургом и Янушем Запольеей. Гибель в битве при Мохаче бездетного короля Чехии и Венгрии Людовика II поставила вопрос о наследовании его обширных владений в условиях продолжавшейся турецкой агрессии. В Чехии королём избрали Фердинанда Габсбурга. 24 февраля 1527 года австрийский эрцгерцог прибыл в Прагу и был коронован. В Венгрии же положение было значительно сложнее. Королева Мария, вдова короля Людовика, бежала с правительством из Будды в Пожань и хотела собрать там сейм, дабы посадить на трон родственного ей человека. Однако большинство венгерских магнатов с разрешения султана Сулеймана I 10 ноября 1526 года избрали королём Трансильванского воеводу Янаша Запольеей. Начало войны В июле 1527 года Фердинанд вторгся в Венгрию в районе Пожани с отрядами чешских и немецких наёмников. Большая часть Западной Верхней Венгрии была в руках его сторонников. При поддержке магнатов Западной Венгрии он быстро захватил Дьер, Тату, Камаром, Эстергом и 20 августа занял Будду. 27 сентября армию Восточно-Венгерского королевства разбили у Тарцаля. Янаш Запольеей бежал за Тису и там же попросил помощи у Османского императора. 27 января 1528 года был заключён договор, по которому султан брал Запольеей под свою защиту. Собрав довольно большое войско, Янаш в феврале 1528 года попытался захватить Кашшу, крупный центр на северо-востоке королевства. Но в сражении при Сине 20 марта был разгромлен австрийцами. Во время сражения часть войска Запольеей перешла на сторону противника и королю пришлось бежать. Летом он перебрался в Тарнув на юге Польши. Войска Фердинанда захватили Тренчин, семейное гнездо рода Запольеи и важный оборонительный пункт Наваги. И это завершило первый этап Гражданской войны. Венгерские магнаты, убедившись в превосходстве немцев, начали переходить на сторону Габсбурга. Позиция Польши Польша в борьбе за венгерское наследство имела большое значение, так как польско-литовский король Сигизмунд, будучи ближайшим родственником последнего венгерского короля, и сам мог претендовать на корону. Это учитывали в Стамбуле, и уже зимой 1527 года османы санкционировали масштабный набег крымских татар на Польшу. Сорокатысячная орда опустошила Галицию, Подолию, Волынь, и дойдя до Турова, они вернулись с большой добычей. Это стало весомым фактором в том, что польский король Сигизмунд I перешел на сторону немцев в венгерском вопросе. Узнав об этом, визирь Османской империи Паргалы Ибрагим Паша начал угрожать Польше новыми набегами татар. В этих условиях польский король был вынужден отказаться от самостоятельной политики в венгерском вопросе и действовать в союзе с османами. 28 октября 1528 года посол Яноша Запольей заключил с союзниками турок королем Франции Франциском I договор, по которому Франция начала предоставлять помощь восточно-венгерскому королевству в виде 20 тысяч золотых. 3 ноября 1528 года Запольей вернулся в Восточную Венгрию. Белградский Паша предоставил ему отряд, с помощью которого король вернул себе Трансильванию. Пользуясь случаем, османы развернули наступление в Северной Боснии, Словонии и Хорватии, чем рассекли последнюю надвое. В ходе третьего венгерского похода Сулеймана турки 8 сентября заняли Буду и ввели Заполье в Королевский дворец. Войска Фердинанда были изгнаны из Венгрии. Турки оставили при своём ставленнике трёхтысячный отряды. В Венгрии турки применили приём поэтапного захвата, уже опробованный на Балканах, сначала мощным ударом сломать кость сопротивления, затем при помощи местных коллаборационистов подчинить страну и, наконец, ввести прямое султанское правление, включив покорённые земли в состав империи. В преддверии войны с Ираном Сулейман в июне 1533 года заключил мир с Фердинандом, признав его венгерским королём. Это соглашение разделяло Венгрию на две части, но не останавливало гражданскую войну. Османская помощь венгерским националистам дорого обходилась в стране. Турки сжигали деревни и обращали людей в рабство. Правда, эти люди были словаками, но и венгерское население страдало от действий союзников. Немецкие наёмники Фердинанда тоже плохо велись и в Венгрии, как в завоёванной стране. Военные действия продолжались с переменным успехом ещё несколько лет. Границы постоянно менялись, но большая часть территории оставалась под контролем за поле. Страна всё более приходила в состояние упадка и нравственного одичания. Магнаты и дворяне постоянно переходили из одного лагеря в другой, преследуя только свои эгоистические интересы. Позиции за поле постепенно слабели, так как союз с турками снижал его позиции в Европе. Например, Папа Римский отлучил его от церкви, а Франция перестала предоставлять субсидии. Фердинанд называл его узурпатором и предателем христианства. В 1535 году за поле и укрепил свою власть в Трансильвании, где ему в марте 1536 года подчинился Германштадт. Итоги гражданской войны Итогом борьбы стал компромисс, продержавшийся всего два года. Перед смертью, последовавшей 22 июля, король Венгрии взял с магнатов клятву, что они не будут соблюдать надварский договор. Это вызвало новую гражданскую войну, которая быстро переросла во вторую австро-турецкую войну и уже в 1541 году привела к ликвидации венгерского национального королевства. Рекомендую вам канал Блицкриг. Здесь вы увидите простые и познавательные видео о событиях Второй мировой. От войны в Атлантическом до Тихого океана. В видео парень всё рассказывает чётко и понятно, посыпая своё интересное повествование замечательным видеорядом. Это действительно качественный канал, на который даже я сам подписался. Видео здесь выходят регулярно и автор не будет вас томить ожиданием. Переходите по ссылке в описании и просто наслаждайтесь контентом. Блицкриг. Подписывайтесь. В 19 веке стало модно провозглашать независимость от колониальных империй, но это им не всегда нравилось. Такая же ситуация происходила в Центральной Америке в 1895. Куба была колонией Испании, когда первая захотела свободы, вторая послала туловоз для успокоения ситуации. Но это не помогло, потому что США посылали помощь кубинцам. В 1898-м американский корабль прибыл в Гаванну, показывая беспокойность США. И тут... И тут... Так... Так...